Сегодня мы проверим, какое усилие может выдержать обычный кухонный нож. Насколько прочными и твердыми могут быть предметы, разрезанные ножом, если приложить к нему достаточное усилие не мускульной силы рук, а силы гидравлического пресса. Это обычный кухонный нож, дешевого ценового диапазона, его стоимость 200 рублей. Вот такого качества его заводская заточка. Бумагу он режет, но очень плохо. Но для нашего теста этого вполне достаточно. А еще у нас есть вот такое приспособление, с помощью которого можно прикрепить нож к гидравлическому прессу. Итак, первый тест. Попробуем разрубить этим ножом стопку картона для визиток. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Максимальное усилие составило 259 килограмм. Продолжение следует... Получится ли этим ножом разрубить вот такой кусок алюминия? Продолжение следует... Максимальное усилие составило почти 3 тонны. Честно говоря, я думал, на этом тесте нож сломается. Нам, конечно, не до конца удалось прорубить эту алюминиевую болванку, по причине того, что режущая кромка ножа не совсем параллельна опорной нижней стальной плите, и нож просто в конце уперся в эту плиту. Какое интересное усилие потребуется, чтобы разрубить хоккейную шайбу? Всего лишь 102 килограмма. В принципе, такое усилие можно было бы достичь и без гидравлического пресса. Получится ли этим ножом разрубить самый прочный орех? Кокос. Максимальное усилие составило 317 килограмм. Не понял, а где же кокосовое молочко? Рог лося. По сути, это самая твердая часть животного организма. Он намного прочнее и тверже, чем кость. Два года назад мы уже как-то проверяли, какую нагрузку выдержит часть лосиного рога. И он выдержал более 20 тонн. Проверим, получится ли разрезать рог с помощью лосиного рога. С помощью дешевого кухонного ножа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...